Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр. Вы уже 55 дней примерно принимаете Синтезит, участвуете в этом нашем исследовании. Скажите, пожалуйста, у вас были некоторые перерывы в приёме, то есть иногда вы принимали через день, иногда через три дня, когда-то вы вообще не принимали Синтезит. Какие у вас за это время произошли изменения? В чём вы чувствуете, допустим, стабильность эффекта? А в чём вы видите, что происходят какие-то, допустим, ухудшения, улучшения? Расскажите, какая картина сейчас у вас предстоит перед глазами и какие были у вас перерывы? Ну, у меня были перерывы, когда я принимала через день и несколько дней вообще не принимала. В это время я заметила немножко ухудшение с онемением. У меня были проблемы с онемением рук во время сна. И при постоянном приёме это онемение, ну, практически свелось на нет. Когда уменьшилась доза приёма, то онемения, они появились. Но при этом само восстановление после онемения было более быстрым, чем до приёма этого препарата вообще. С точки зрения общего самочувствия, какого-то бодрости, мне кажется, что действие сохранилось. То есть вот после праздников я как раз выйдя на работу и активно поездив в метро, поднимаясь по эскалаторам, обратила внимание, ещё раз для себя обратила внимание на то, что одышки при подъёме по эскалатору, вот метро Курская, там достаточно длинный эскалатор вообще не было. Хотя сейчас вот доза несколько уменьшилась по сравнению с первоначальным приёмом. – Но у вас максимальный перерыв был какой? Сколько дней максимального не принимали? – Максимальный я не принимала дня 3-4. И была неделя, где я принимала через день. – Хорошо. По поводу энергии вы сказали то, что, в принципе, вот такой короткий перерыв, он не повлиял особо, да, вот на снижение энергичности? – А вот, в принципе, вот сейчас 55 дней прошло, у вас общее самочувствие, вы говорите, хорошее, всё в порядке. Допустим, вот многие, кто принимает Синтезит, замечают, что увеличивается сопротивляемость к инфекционным болезням. – Как у вас вот с заболеваемостью? – Возможно, я, честно говоря, не думала на эту тему, но, в принципе, я давно не болела простудными заболеваниями в том числе. Хотя, ну вот недавно так были, немножечко заболело горло, и буквально на следующий день прошло. Наверное, да, наверное, этот эффект, наверное, есть. – А вот ещё мы с вами связывались буквально пару дней назад по телефону, и вы рассказывали то, что в зимний период в Москве, когда посыпают дороги солью, все эти реагенты, в воздухе химия висит, вот как вот у вас это всё? – Да, да. Вот здесь я тоже обратила внимание, у меня была всегда зимой, как только я выходила и с солью дышала этой испаряемой лужами, то тут же начиналась одышка, причём достаточно сильная одышка. Сейчас я резво бегаю, ну, мы как все обычно, когда что-то хорошее, мы считаем, что это так и нужно, и только когда наступает плохое, мы понимаем, что ага, вот. А ведь раньше этого не было. И вот в этот раз я обратила внимание, что эффекта одышки у меня нету, я пробегаю резво эту соль до метро, минут 15 по ней бегу, и вполне себе резво и хорошо. – Хорошо, спасибо большое за интервью, мы с вами ещё обязательно в будущем свяжемся, я думаю, что через пару-тройку недель и обязательно выйдем ещё раз в эфир. – Спасибо, спасибо. – До свидания. – До свидания. – До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok